В муниципалитетах Приморского края продолжается активное благоустройство. Сейчас все решения о переменах принимают сами жители. Так, например, за счет активности Владивостокцев территория в районе озера на улице Сафонова вошла в перечень приоритетных для благоустройства в 2023 году по национальному проекту «Жилье и городская среда». Возле озера появится променад с малыми архитектурными формами, спортивная и игровая площадка, а также смотровая. Будут обустроены пешеходные дорожки и освещение, проведены озеленительные работы. Каждое утро ходим. Тут еще, правда, не сделано, но мы ходим, гуляем. А когда будет все сделано, приятно, будет погулять, дети будут играть. Также прошлой осенью завершилось благоустройство парка с видом на озеро, где обитают краснокнижные утки-мандаринки. Реализовать проект по обустройству общественного пространства удалось благодаря грантовой поддержке от правительства Приморья в размере 1 миллиона рублей, которая была предоставлена ТОС «Спутник Владивостока» по итогам конкурсного отбора. Теперь рядом с озером можно отдохнуть на качелях и скамейках, полюбоваться на деревянные фигурки уточек, а также оставить лакомство в кормушках для голубей. Весной на форуме общественников «Живем в Приморье. Решаем вместе» губернатор Олега Жемяка заявил об открытии Центра гражданских инициатив, который окажет помощь в решении вопросов, связанных с благоустройством. Было принято решение о создании такой организации, которая будет координировать деятельность ТОСов, которая будет оказывать консультации юридические и иного плана, как нужно создать ТОС, что для этого необходимо сделать, какой порядок его оформления, как определить границы, сколько людей в него должно войти, как составить смету, на кого нужно опираться. Поэтому Центр гражданских инициатив – это такой ключевой орган, который будет непосредственно определять политику проведения территории общественного самоправления. Отметим, что всего неделя осталось у ТОС и инициативный групп граждан на то, чтобы подать заявку на конкурс грантов из краевого бюджета. Прием документов продлится до 26 июня. В настоящее время в Краевом департаменте внутренней политики зарегистрировали уже 18 заявок. Еще 112 находятся в местных администрациях на проверке, подписании. Я желаю всем победы, внимательно отнестись к тем проектам, которые вы готовите, потому что я знаю достаточно большую активность на территории Приморского края, организованную относительно подготовки проектов. В настоящий момент в регионе действует целый ряд программ и проектов. Это губернаторская тысяча дворов, инициированная Олегом Кожемяка, федеральные программы тысяча дворов Дальнего Востока и формирование комфортной городской среды нацпроекта «Жилье и городская среда», Всероссийский конкурс лучших проектов создания комфортной городской среды, Краевой конкурс «Твой проект». За последние пять лет по всем программам было благоустроено около четырех тысяч дворов и общественных территорий. Анна Дьякова, Денис Фадеев, Новости на Восьмом. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова